У Крыма, я могу сказать, что очень большое будущее, никакой это не будет очередной проект Кавказа. Поверьте, Крым будет намного, гораздо лучше, чем Сочи. Почему? Это очень такой благоприятный край, куда бы вы не поехали в точку Крыма, там вы не представляете, но вы попадаете в другую сторону, то есть там другой климат уже, в любой точке Крыма, где бы вы не поехали, это большой, огромный потенциал для развития Крыма. Что для Крыма не хватает? Для того, чтобы он был самостоятельным, да, и для того, чтобы он не просил огромных, больших капиталовложений. Конечно, не хватает моста или туннеля, который бы соединил непосредственно Крым с большой землей. Вот если это произойдет, поверьте, Крым никогда не будет просить денег. Почему? Потому что все вот это время, пока Крым был в Украине, туда ни копейки не вкладывались. Там еще все Советского Союза осталось, и те же самые дороги, и те же самые предприятия, и так далее, и так далее. Вы поймите, Крым, если мы сейчас туда вольем определенное финансирование и сделаем его, как сделали любую губернию в России, больше ничего не надо. Крым будет зарабатывать в первую очередь деньги на своем потенциале и на тех ресурсах, которые есть в Крыму. Там шикарный климат, там шикарный воздух, там шикарный отдых. И поверьте, нам не надо будет ездить в Турцию, нам не надо будет ездить в какие-либо другие страны для того, чтобы хорошо отдохнуть. Там будут построены пятизвездочные отели, именно того уровня, к которому мы привыкли. И нам проще и легче будет приезжать в Крым и оставлять там деньги для того, чтобы хорошо, красиво отдохнуть. Поехать на экскурсию, покупаться на море. Вот это огромная будет большая поддержка и самим крымчанам, и непосредственно Крым будет помогать нам, чтобы мы будем приезжать отдыхать. И вы не представляете, какие там есть, например, ресурсы. Ресурсы заключаются в добыче нефти, в добыче газа. Там очень много есть именно тех ресурсов природных, которые будут, наоборот, приносить Крыму большую огромную прибыль. Единственное, что нам надо им помочь, а то есть, вот знаете, как дать посыл такой помощи для того, чтобы люди стали на ноги, стали с колен и нормально занялись работой и развитием Крыма. Этот, если посыл мы сейчас сделаем, больше, поверьте, крымчан нас ни о чем не попросят. Сейчас надо помочь. Если мы поможем, будет большое, огромное процветание Крыма.